Все будет хорошо. Такси недоступно. Походу я сейчас впервые опоздаю на самолет. До самолета 30 минут. Я опоздал, не успел зарегистрироваться. Из-за этого меня не пропустили через паспортный контроль. Сейчас я уже оплатил новый билет. Мой чемодан еще весь распотрошили, досмотрели. Сняли с меня ремень. Сказали бежать сюда. Еще раз. 23-300. Тоже проверю. О, 2 килограмма надо вытащить. Прошел регистрацию. В рюкзаке у меня молоко и 1-7. Пришло время. После этого пойду про паспортный контроль. До вылета. 1 час 40. Я бы уже ехал в Белграде домой. В это время. А может даже уже бы сидел дома. Вы должны хорошо говорить по-английски. Будь в хорошей физической форме. Два человека полицейских проверяют паспорта. У тех, у кого сербский паспорт пропускают дальше. С русским тоже все очень легко. Ничего мне не сказали. Я вышел из аэропорта. Это, конечно, прикольно. Так, в новое место выходить. Но ни хрена не понятно. Разменивать ли мне бабки. Либо, может, мне удастся купить карточки и билет. Все идут вот в ту сторону. Но некоторые стоят. Но здесь я не вижу. А, нет, есть автобус. Здесь автобус. Один шаттл оказался. Просто какая-то маршрутка. Которая вся сразу же забивается. Я подошел к паре человек. К какому-то, видимо, англичанину. Ничего толкового не понял от него. Потом подошел к парню со своей мамой. Они собираются тоже в центр. На 72-м автобусе. И здесь, в общем, как-то странно. Надо оплачивать проезд. Класть деньги на сим-карту. И ей оплачивать. Вообще не понимаю. Ну и он предложил мне Зайцем проехаться. Типа, говорит, что все первый раз, когда все едут Зайцем. Ну, сейчас буду держаться их. Потом попробую проехать Зайцем до конца. Я потерял кофту в самолете. Либо в аэропорту. Я не знаю. То, как мне сегодня везет, я даже не знаю. Стоит ли соглашаться на на проезд с Зайцем или нет. Вот тоже способ охватывать. Где тут симку купить? Нет. Где мазафака? Так, тут такси тоже не очень-то просто снять. Но прикол в том, что тут, походу, есть Яндекс.Такси. Ну, я вот сейчас разменял деньги. 50 баксов стоит 5000 с лишним их динара. Женщина очень долго это все делала, проверяла. Не знаю, на чем мне доехать. Может пойти на остановку и там сесть на что-нибудь, там спросить. Потому что такси тут особо не ездят. Пытаюсь поймать такси рукой. Но я вот спрашивал, надо вот так показывать или вот так? Ну, у девушки, у какой-то иностранки. Она сказала вот так. Но, по-моему, это автостоп. Такси проезжает, и никто со мной меня не хочет забирать. Это, короче, как закладки искать. Искать эту квартиру. Водила, таксист. Вообще, конечно, кадр жесткий. Начал таксовать с 200 динар. В итоге еще сделал какой-то разворот, там, хотел подольше проехаться. Но, случайно попал как раз туда, куда надо. Ну, короче, я им дал эти деньги. Не стал с ним спорить. 800 динар. Это что вообще? Ну, не знаю, насколько это много. Ладно. Немного больше. Нашел эту хату, на картах ее нету. Маленькими буковками написано вот этот адрес. Я думал, что здесь две комнаты и что тут есть кровать. То ли я уставший был, то ли что. Но кровати, короче, тут нету. Спать вот на этом вот надо. Ну, придется. Вот такая вот маленькая оказалась комнатка. Там вот туалет. Ну, окна вон выходят как бы на улицу, но они высоко. И я так понимаю, они на земле. Ну-ка. Что там вообще? А, это вот уровень земли. Блин, ну это не прикольно. Почему они не говорят это сразу? Я тебе снижу за это. Короче, Белград мне не понравился. Вообще. Иду за продуктами. Это, кажется, виноград. Вау. Там вообще такая милая хата. Время доходит до 22. Я прохожу мимо закрытых магазов. Впереди врача. Это вроде как центральная будет улица. Я не знаю вообще насколько тут опасно. Людей почти нет. Ну, женщины ходят, гуляют. Ничего пока не могу сказать. Все закрыто. Внутри люди оставляют лампочки. И магазины так прикольно подсвечиваются. ну вот. Вообще класс. Стекла походу не разбивают в центре. Я иду во врача. Кажется, скоро начнется оживленное место. пока людей вообще нет. Ну, очень мало. В итоге я купил смоки. Вот такие чипсы. Классические. Такое печенье. Ночного магаза я не встретил. смоки это ореховые кукурузные палочки с орехами. И купил вот я всю эту фигню как бы в таких вот ларечках. Только они работают. Маленькие ларечки с сигаретами, с водой, с чипсами. я подходил говорил по-английски там с женщиной немного уставшей судя по виду. И она говорит цену 209 6 или потом говорит 65 и как будто она пытается на русском мне сказать. типа она просекла что я русский и пытается говорить чтобы я понял эти цифры. И я у нее спрашиваю а это ваши слова это по-сердски так цифры да 6 5 200 или что-то такое я сказал что наши точно так же звучат цифры что я из России блин сейчас еще увидел слово закрыто по-сербски это не вспомню тоже на горах тоже что-то похоже на Грузию люди тоже похожи на грузин есть девушки очень красивые в городе где пытался а ну где снял такси и там сумасшедший какой-то поезд везде грязно граффити и ходят такие красивые девушки и вроде как даже безопасно у аптек это опять я офигеть я молоко купил млеко называется по-сербски продавщица говорит дай мне 200 дай мне 20 а я тебе 100 млеко как детское печенье в России только это твердое в таком месте какая классная лесенка это детский сад сейчас я скорее всего пару остановок проеду зайцем до моего киоска это такой ларек там можно купить карту для проезда и все и поеду в музей тесла хотя вот я не знаю у меня куртка не очень пахнет после вчерашнего дня ее бы постирать вроде бы не очень пахнет не знаю и еще я хочу купить сегодня кофту потому что я ее вчера тоже потерял и скорее всего куплю новые кроссовки скорее всего адики азвега если тут будут потому что вот эти мы и порвались найти сим-карту какую-нибудь бегов на 10 здраво у вас есть карта пас карта я могу купить на 1000 а вот месячную на извините последнее как вы сказали да там какая-то скидка и вроде будет если я добавлю на 1000 ой если я на 900 то будет 100 динар скидка какая-то дополнительная нет а раньше было так я куплю на 1000 динар о это лучше за неограничен как 2200 2200 2200 2200 и месяц я вообще сколько угодно да да вау так а а понимая а понимая понимая она 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 800 и 200 и 200 карто это это самая дешевая это самая дешевая ох там ссори я что-то понял а что-то не понял вот за 800 это что значит карта это что значит а 7 дней безлимитно безлимитно а а мне наверное не надо пока безлимит 7 дней ну давайте попробуем безлимитная карточка вот так вот она выглядит на одну неделю только не сканируйте штрих-код пожалуйста потому что мне еще и пользоваться и неделю не знаю как ее такую не потерять и куда прикладывать я пока не знаю ну сейчас я пойду на остановку она вон сзади походу у меня бас-стейшн я если честно еще побрызгал куртку освежителем воздуха и от меня сейчас воняет как бы освежителем воздуха еще вот но такая такой прикол когда я одеваю куртку синтетическое что-нибудь на себя я начинаю жестко потеть и поэтому мне нужна жесткая прокладка из хлопка для этого мне нужна кофта и я уже не могу моя кожа уже не дышит ха-ха-ха мы же с вами друзья поэтому я вам все рассказываю такие детали мне тут сказала девушка одна сербка что нужно мне пойти до бульвара улица бульвар которая называется и только там едет этот автобус он делает такой круг поэтому я не вижу здесь установок немного сербии вам в ленту это так смешно от этих слов только охота поговорить на сербском языке охота поговорить на сербском Пустит в магазах. Что-то покупать вообще нереально. Очень громко, беспонтовая сербская музыка попсовая играет. Это я, наверное, две минуты меряю кроссы и уже хочется свалить. Уже устал. Что-то с ногами с моими произошло. И теперь кроссовки не налазят мне на ноги. Новые. Я уже второй день хожу по магазинам и меряю все. Разные модели. Правда, скетчерс нет. А вторая обувь, которая мне подходила раньше, это адидас. Адидас весь не подходит. Любой размер. Даже большой. Тут вот так вот на горах все. Сейчас я еду в скетчерс и, наверное, куплю просто любые, которые мне подойдут. Потому что в своих рваных мне уже неудобно ходить. Субтитры сделал DimaTorzok так как косово это сербия напишите в комментарии как сивой ска на косово враги нормально или так себя еду в скетчерс такая тупая музыка в магазине я уже запарился еще сложно как бы разговаривать что-то я вообще перегрузился походу хочу вот такие краски здесь очень громкая музыка и везде воняет освежителем из моего из моей ванной что уже голова болит в разные красочи adidas не подходит мой размер не балансов тоже не подходит я подумал что возможно я просто свои ноги так расходил что они у меня гигантские сейчас панк говорили что там нем большие очереди а это короче т.ц. в нем даже улице подписано все попробую ручную тут с моим уровнем английского заполнить пять или шесть или семь листов я не вывезу короче это надо делать дома до закрытия два часа не они все там сидеть очередь гигантская они медленно работают иду на встречу с сережей это мой знакомый из как из калининграда я выложил картинку в instagram instagram когда я там жил я снимал у него квартиру оказывается он уже месяц тоже живет белграде сейчас я иду на встречу мы пойдем какой-то их знакомой а тут окна протирают какие-то похожие на мусульман чуваки насильно протирают офигеть это николай второй русский царь иду музей тесла сейчас прогуляюсь немножко по улице тут рядом с домом и сяду на автобус доеду до центра там музей тесла ну и планов у меня особо нет на самом деле сегодня я весь день в раздумьях что мне вообще делать есть такие варианты оставить свой гигантский чемодан в камере хранения и поехать заехать несколько городов в новый сад субботицу и посмотреть эти города как там минусы этого варианта в том что мне не хочется жить в маленьком городе о там пузырь учу но там жилье в целом даже можно найти в субботице чуть ли не равный как я сдаю квартиру воронеж это 150 долларов так что тут происходит у нас сломали здания а даже прямо сейчас ломают вот это перфоратор да на гусеницах второй вариант а снять хату относительно не дорого допустим за 300 евро по возможности я бы искал еще дешевле где-нибудь на окраине белграда чтобы до центра минут 30-40 а может даже вообще час но это был бы белград минус этого варианта в том что придется привыкать к этому языку как все устроено очень жестко напрягаться в плане работы это вывозимо но не хочется напрягаться и третий вариант погулять по сербии покататься по городам ну так чуть-чуть и полететь москву а с москвы полететь в минск и там уже после этого шока с европейскими ценами купить ну арендовать хату за относительно недорого и пожить в минске не сказать что белград слишком насыщены всякими концертами конечно здесь они вроде как есть отличать беларусь там вообще тухлятина вот и везде не я сейчас об этом думаю я вот вас прошу написать в комментариях но вы не пишите предлагаю вариантами не отвечаете ни капельки даже не буду спрашивать какой вариант не выбрать потому что от вас как от советчиков вообще никакой пользы вон остановка там сзади какой-то вид так как тут горы туда-обратно я лучше поеду на автобусе эй какого шиша да вообще нет такого что я прям чувствую что хочу тут жить равнодушие какое-то может потому что я в такую погоду приехал я еще не застал на улице солнечных дней конечно такая зима мне больше нравится с листьями я посмотрю сколько еще до тесла идти а походу вот вот этот тесла и есть он чё жил здесь или экспериментировал вот бы включили они вот такую штуку чтобы на молнии пускала но нифига урна с пеплом тесла походу все я извиняюсь только один вход короче вход стоит 800 динар не знаю правильно я считаю или нет это 8 долларов вроде бы по моим расчетам всего один этаж 50 минут люди смотрят фильм но если бы я знал то я бы не пошел сюда сейчас я решил подкатить к сербской девушке ну и чтобы уж точно как бы понимать что из себя представляет жизнь сербии оказалось она из сербской хай скул не знаю как так получается в целом так вот и не скажу что это такая школьница вообще очень странно в общем я как всегда я ищу где попить лавандовый латте вы не знаете кстати в музей тесла не пускают после 10 минут начала фильма фильм там походу вообще главная изюминка этого музея и кроме меня никто не встал и не пошел смотреть музей а все реально сидели и смотрели ну я лучше послушаю Тамару Эйдельман она по любому про теслу сняла какую нибудь какую нибудь лекцию успел собой ебременно говорят это ваш вид что голову дорогали вд район дар чел жаль темнеет здесь рано в 430 в отличие от беларуси беларуси где-то на два часа позже темнеет и в этом плане беларусь не больше нравится людей очень мало на улице сербию 2000 человек яндекс перевезла ну и вчера встречался сереже и там девушка ася говорит сидит в тиндере и там одни яндексоиды тут много ниф из чего получают цвета для вот таких вот келимов сербских середина 19 века такую хату я бы снял то чтобы рабочий стол для компа статью кросс это скетчерс еще какие фонари тут видимо здесь у зажигалась эта модель постаре чава это походу американский читерс о котором я слышал якобы вот эта паприка намного вкуснее чем российская сейчас еду слушаю улицу и даже смеху женщин иностранный русские так не смеются а так смеются какие-нибудь турки грузины как-то громко не в сербии не в турции у меня не было ни одной панической атаки как только съехал с беларуси а 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 Продолжение следует...